Продолжение следует... Мне кажется, я так всю ночь проведу. Мне кажется, я так всю ночь проведу. Всем привет, друзья, меня зовут Тим Морозов. Эта история началась с того, что семье, которая давно уехала с этого дома, сообщили, что их дом взломан, а внутри все валяется, будто бы сюда кто-то влез. Когда они приехали, чтобы убраться и заколотить дом, внутри все действительно валялось, будто бы воры искали что-то ценное. Но, помимо этого, в родном доме чувствовался страх, от чего непонятно. И с каждой минутой он усиливался. Они начали убираться, завешивать окна, как вдруг с чертака послышались громкие стуки. Мужчина пошел проверить, а женщина осталась в комнате. На чердаке он не увидел ничего, но услышал громкий стук снизу и кривили. Быстро спустившись вниз, он увидел, как стул стучит об стол. Сам по себе. Это было на кухне, где у меня сейчас установлена камера. А в этот момент его жена кричала в этой комнате от страха. Он ее быстро схватил и они вышли из дома. Они решили забыть про этот дом, а также никому не рассказывать эту историю, чтобы не выглядеть в глазах знакомых с сумасшедшими. Позже они уже сами не верили, что это произошло с ними. Но все-таки они решили написать мне, но попросили держать их имена, а также нахождение дома в тайне. Они попросили узнать, это было временное явление, или же здесь поселилось. Что-то страшное. Это было временное явление, и мы здесь поселились. Что-то страшное. Честно говоря, когда я сюда приехал, я не ощущал никакого страха, ни гнетущей атмосферы. Также пока устанавливал камеры, ничего не происходило, и на показаниях электромагнитного измерителя, ничего нет. Посмотрим, что будет дальше, когда я проведу здесь несколько часов. Посмотрим, что будет дальше, когда я проведу здесь несколько часов. Я решил поставить кресло напротив вот этого большого зеркала. Сейчас надену наушники и буду пытаться выйти на контакт. Со мной может выйти кто-нибудь на связь? Звучит музыка. Если в этом доме есть кто-то из иного мира, со мной может выйти кто-нибудь на связь? Тихо. Какой-то шорох слышу. Да-да-да, оттуда идет, с той комнаты. Откуда-то. Не знаю, возможно, похоже на скрежет какой-то. На шорох может быть какая-нибудь мышь. Пойду посмотрю. Здесь есть кто-нибудь? Нет. 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 Не, если здесь кто-нибудь. Есть. Здесь есть кто-нибудь? Дайте знак, если здесь кто-нибудь есть. Если здесь кто-нибудь есть из полностороннего мира, ты можешь дать мне знак? Друзья, меня обманули с этим местом, либо то, что было здесь просто ушло, надо проверить на Эмми. Смотрите, блин, было и сразу все ушло. По-моему самое высокое было 45, тут может быть два варианта, либо что-то было рядом со мной прямо сейчас и отошло от меня в момент включения Эмми, либо это какой-то сбой. И скорее всего я думаю, что это сбой, потому что кроме вот этого сигнала и кроме шороха ничего нет. Возможно просто сбой. Здесь есть кто-нибудь? Здесь есть кто-нибудь из полностороннего мира? Мне кажется, что я всю ночь пройду. Здесь вообще ничего нет. Сейчас было такое чувство, что как будто кто-то на меня смотрел сзади. Что-то он скрипнул сейчас. Может правда из-за полов, потому что я здесь ходил, полы ходом ходят. Фонарик! Черт! Черт! Мне сейчас показалось в зеркале, как будто там где телевизор, кто-то стоял. Черт! Там есть кто-нибудь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Думаю, нам попробовать поставить камеру именно напротив зеркала. Но это было ужасно стремно, я смотрю в отражении, он там стоит, в этом белом полотне, я надеюсь, что это мне просто показалось. Ты мне можешь показаться в этом зеркале? Ты мне можешь показаться в этом зеркале? Ты мне можешь показаться в этом зеркале в своем обличии? Надо попробовать простынь еще раз туда положить. Может это даст какой-нибудь результат? Я просто не верю, что это мне могло показаться. Ха-ха-ха, ты мне можешь показаться в этом зеркале? Это радио неонерной. Ха-ха-ха, ты тут? Кто ты? Ты тут? Ответь мне! Ты можешь мне ответить? Друзья, радионяня, так как семья с этого дома слышала удар на чердаке, радионяня у меня был установлен там. Сейчас были звуки оттуда, но они были странные. Как будто бы кто-то рядом просто ползал. Попробую проверить чердак. Затем всегда работает. Затем фазы уже на ползал. Затем фазы. Всё, так же. Затем фазы. Думаю, что-то мне показалось в этом углу. КОНЕЦ Здесь есть кто-нибудь? КОНЕЦ Здесь есть кто-нибудь? КОНЕЦ 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 Здесь кто-нибудь есть? КОНЕЦ 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 А это что такое? Звезда? Это просто какая-то игрушка или что? Нет, это не игрушка! Твою мать! Смотрите! На этой звезде крест! Это какая-то не просто звезда! Реально! Посередине крест! Друзья, я изучил информацию и крест в пятиконечной звезде ничего плохого не значил! Правильная пятиконечная звезда символизирует символ человека и крест тоже является защитным! Но в данный момент звезда была перевернута! Так же само как и крест! И находилась к земле одним концом, а к верху двумя рогами! Останется в тайне! Это сделали специально или просто не задумывались о символике? Друзья, скорее всего в этом доме никого нет! Сейчас скрипы были с чердака, которые передались по радионяне! Ты тут? Это могла быть какая-то птица или мышь находиться возле приемника радионяне! Фигура в зеркале, в принципе это тоже могло мне показаться! Это все левым зрением, я быстро увидел! Показания на Эмми, в принципе, как я и сказал, может быть просто сбой, это было при включении, и все произошло моментально! Блин! Конечно, все может быть иначе, и я сомневаюсь, поэтому я сейчас расстелю где-нибудь кровать и лягу спать, а камеру пускай пишут, и потом уже дома я на монтаже все пересмотрю! Что-то есть, помимо этого еще открылись все двери! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!